Всем привет ребята, на связи GrimOptimist и наверное никто из вас не будет спорить с тем, что одной из самых главных характеристик любого орудия является его разовый урон. Но у нас всегда в характеристиках написано среднее значение, а мы знаем, что у нас в игре плюс-минус 25% разброс пробития и урона. То есть, например, имея урон в 240, ты можешь нанести как 180, так и целых 300 единиц. И согласитесь, у каждого из нас бывают ситуации, когда ты играешь, стреляешь и думаешь, вашу мать, где мои 240 среднего урона, почему все время вылетает 180, 190, 220, черт возьми, где средуха? То же самое может быть и с урона в 390 среднем, стреляешь 320, 300, 356, 370, думаешь, блин, да где 450, черт возьми, почему так мало? И создается, ребята, в этой ситуации стойкое впечатление, что средний урон-то далеко не 240 у тебя, а где-то там в районе 210. У меня это бывает очень часто, такое, да, ощущение, поэтому я решил, ребята, провести эксперимент и это дело проверить. В чем суть эксперимента? Я решил взять вот обычный стандартный рандом, наш с вами, да, любимый, и взять выборку в 100 выстрелов. Конечно, кто-то из вас скажет, что 100 это мало, там, да, лучше 1000, но 1000 это очень много, ребята, пожалейте меня, я сдохну, 1000 выстрелов считать, поэтому пока решил взять 100. 100 выстрелов, да, посмотреть, да, на каждом из этих выстрелов какой урон, да, составить таблицу, после чего вывести среднее значение. Естественно, в такой ситуации, да, я взял танки с уроном в 240 единиц. Разные, не на каком-то одном я играл, это был и Тигр, и ФЦМ, и Т-26Е5, и даже Т-20. У всех у них урон 240 в среднем. Чтобы ни у кого не создалось каких-то ощущений, что я кого-то хочу обмануть, я решил все это сделать на стриме. То есть был у меня недавно на канале стрим, где как раз мы это и делали. Ссылочка на этот стрим в описании. Если кто-то не верит, может прямо каждый урон проверить. И также я сразу понял то, что в этот список данных ни в коем случае нельзя включать урон, который был получен при фраге. Потому что, когда ты кого-то убиваешь, ты по факту не знаешь, сколько у тебя вылетело. Потому что, допустим, у тебя альфа 390, а у врага там 410 хп. Ты его убиваешь. Но по факту у тебя урон мог вылететь и не только 410, но и, например, 450. Да, но просто хп столько у врага не было. Поэтому я сразу же из всех этих боев исключил те уроны, при которых я убивал противника. То есть брал только те дамаги, которые проходили вот просто во врага, чтобы он остался жив после этого. Что, ребята, мы с вами получили, конечно же, самое интересное. 100 выстрелов, да. Количество боев, честно говоря, даже не считал, но не очень много получилось. Средний урон, ребята, знаете, сколько получился? 243. Практически четко как написано. В описании будет также ссылка на Excel-таблицу, в которой прямо все написано. Каждый выстрел, какой урон, суммарный урон. Все можете посмотреть. Кто не верит мне, может это все сопоставить со стримом, проверить тщательно, да, меня. Я просто знаю, что очень много конспирологов, которые ничего никому не верят, да. Поэтому можете самостоятельно, если у вас есть время, этим заняться. Я, ребята, никогда бы сам не подумал, что будет вот такой вот близкий, да, к реально написанному значению средний урон. В 243. Когда я играл, у меня было ощущение, что, ну, где-то 220. Потому что постоянно мне казалось, что у меня вылетало меньше среднего. Но когда я реально стал пересматривать собственный стрим и заносить данные в таблицу, я очень быстро понял, что было довольно много уронов, которые были под трешку. Но я не обращал на них внимания просто. Мы с вами так устроены, что мы реагируем на негатив ярче, чем на позитив. Поэтому ощущение то, что уронов ниже среднего выпадает больше. Реально, когда я играл на стриме, мне постоянно казалось, что у меня средуха меньше, чем 240 будет. Там на стриме были зрители, которые считали, да, большое им за это спасибо. Правда, они ошиблись, как мне показалось, по крайней мере. У меня получилось значение немного другое, но у нас там разница небольшая. Они насчитали 249 средухи, а я 243. Это не суть важна. Важно то, что, грубо говоря, среднее значение. При том, что, еще раз говорю, показалось мне, что должна быть цифра намного меньше. И, кстати, ребята, несмотря на то, что все так красивенько совпало, типа, ууу, почти среднее, да, один в один, как в аптеке, все-таки одну странность я заметил. Если вы обратите внимание на таблицу, которую я вам показал, то там очень часто бывают ситуации, когда практически одинаковый урон вылетает в несколько раз подряд. Или очень близкий, там, были случаи, когда чуть ли не подряд, четыре раза, наверное, был нанесен урон 226 или еще какой-то. То есть, бывает так, что там 258, 259, 258, вот так вот. То есть, какие-то странные закономерности я все-таки заметил. Конечно, погрешность может быть. Еще раз говорю, 100 выстрелов это немного. Но, тем не менее, да, вот эти вот три урона, это в пределах, там, той же самой погрешности. Факт в том, что средуха реально примерно такая, как написано. Хотя кажется нам, что во время игры она намного меньше. Это странное такое впечатление. Я еще раз говорю, если бы я сам лично вот не потратил на это несколько часов, чтобы все это просчитать, посмотреть, еще раз говорю, проверить, я бы сам не поверил в то, что вот так вот бывает. Еще раз говорю, все ссылки в описании и на стрим, и на расчеты. Если кому-то хочется проверять, проверяйте. Но факт остается фактом. Средуха действительно, да, по итогу получается такая, как написано в характеристиках орудия. Это странно. Потому что мне так не кажется. Такие вот дела, ребята. Спасибо вам всем большое за внимание. Надеюсь, что видео было полезным. А то сейчас часто пишут, что видео ни о чем. Ну, вот постарался сделать реально такое уникальное по-своему, да, интересное видео. Таким вроде больше никто не занимался, кроме меня. Если было интересно, то ставьте палец вверх. Если хотите еще каких-то проверок игры. У меня есть несколько идей очень интересных, да. Ставьте палец вверх. Я раз говорю, обязательно. Это очень важно. Подписывайтесь на канал. И загляните в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok